МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я, прежде всего, поздравляю вас с праздником, с Днём Крещения. Желаю всем нашим зрителям и слушателям обновления. Обновления здоровья в семье, в доме. А динамика действительно у нас была бурна. В предыдущем году, вы спросили, Владимир? Да, 2014. 2014 год у нас был такой очень яркий, российский, и всё было по-новому. Потому что действительно цены из-за спроса, конечно, очень сильно начали подниматься. И поднялись ежемесячно, ежемесячно, хоть и реестры там какой-то период не работали, наши регистрационные службы формировались российские. И оформлять было это очень трудно или там практически невозможно. Но, тем не менее, спрос был. И поднялись цены порядка на 50%. 45-50% от украинских цен до российских получился вот такой бросок. Это существенно, действительно. А в каком состоянии рынок недвижимости находится вот сейчас? Ну, сегодня у нас, ну, наверное, как во всём мире, или в России, да и в Украине, существует слабый рубль. Мы теперь в России. К сожалению. Да. Не к сожалению, что мы в России. Нет, к сожалению, что рубль слабый. Разобрались, да. Вот, и действительно, он слаб. И на то есть действительно внешнеэкономические факторы. И в связи с этим, конечно же, рынку недвижимости это не нравится. Так же, как и не нравится дешёвая нефть. И на стоимости за квадратный метр это сразу откликается. И сразу мы чувствуем во все времена. Так было всегда, а не только сегодня. И в Украине то же самое, если мы раз уж мы о странах. Вот. И поэтому, конечно же, севастопольский продавец привык к долларому квадратному метру. Из-за того, что у нас продавцы в основном в прошлом году, продавая, уезжали куда? В Украину. Мало кто из севастопольцев хотел уехать куда-то, если только не тот украинец, который действительно покидал Севастополь из своих там семейных, политических и разных убеждений. Различных взглядов. Различных уважительных на них взглядов, да. Вот. И поэтому, естественно, что покупки эти нужны были людям за эти деньги делать там, на Украине или в других странах. Поэтому здесь не было, если уж рубли получали, то их тут же конвертировали в доллар для того, чтобы приобрести в другой стране недвижимость. Или же, если у кого-то есть финансовые обязательства, в долларе кредит. И поэтому часто практически каждая сделка из рублей делала доллары для того, чтобы продавец был удовлетворен своей продажей. А в связи с тем, что если посчитать и умножить на сегодняшние 65 этот один доллар, это не те 35-40, которые были летом. И, соответственно, российскому покупателю это не по карману. Ну, просто банально, насколько я понимаю, сумма приходится совершенно иные выкладывать за те же квадратные метры. Да. Ну, получилось, что вот на 40 и 60 это как бы больше. Как это отражается на объемах продаж? Отразилось это в январе очень четко. Нет объема продаж. Покупатель присматривается, покупатель считает, смотрит объекты, считает, фотографирует их, умножает, торгуется. И, насколько я понимаю, занимает такую выжидательную позицию. Да, вот вы правильно сказали, Владимир, так как бы действительно рынок недвижимости остановился, и продавец смотрит на покупателя, а покупатель на продавца. То есть взаимное даже так смотрение взаимное. Да, конечно же. Продавец по-прежнему хочет свой доллар, хотя мы ведем разъяснительную работу и объясняем о том, что не будет у нас там долларов, и что мы теперь Россия, и что покупатель наш из России. Мы с вами будем говорить о том, откуда у нас эти покупатели берутся. Действительно, они с рублем приезжают. Хотя в большой России есть и покупатели, которые, как они говорят, мы в долларе. То есть у них их сбережение в долларе. Есть и такие покупатели, но их меньше. Поэтому не надо паниковать в этот период, надо спокойно. У нас были праздники, тут две недели долго мы по российскому законодательству гуляли, отдыхали. Да и покупатель, он же себя бережет и отдыхает, потому что он покупатель. И вот они сейчас на отдыхались, на отдыхаются. Приехали, правда, не скрою, показы, рассказы, консультационная, информационная работа ведется. Все это делается, но сами сделки пока что вот так вот откладываются. Мы еще недельку посмотрим, мы еще вторую, что будет с рублем, что будет с нефтью, что будет с долларом. Может быть, цены упадут. Но, хочу сказать, кто кого. Продавец не очень сдается. То есть здесь уже психологические такие моменты играют. Пока не готов продавец снизить цены на 20-30, как бы надо, процентов, считаю я. Некоторые считают, что на большее надо снизить. То есть вы полагаете, цены на рынке несколько завышены? Или это неправильно? Цены всегда формируют спрос. Да, кто покупатель. То есть будет такой спрос, будет покупатель такой, такая будет и цена. У нас есть два плюса, которые отличают нас от других городов России. А именно, это свободная экономическая зона для некоторых отраслей, которая у нас уже решена, принята и будет здесь применяться. То есть сюда, как я понимаю, приедут еще инвесторы, предприниматели, люди, которые будут развивать здесь свой бизнес в годных условиях, в тех отраслях, которые позволены по законодательству. А это и новые рабочие места, это и новые объекты, где надо жить людям, покупать, снимать. Вот работникам, топ-менеджерам, самому руководству этих предприятий. Поэтому это все равно будет востребовано. И второй плюс, это то, что все-таки по Керченской переправе вопрос решается. И пусть он не за одну минуту решится. И не за один год все мы понимаем, вопросы долгие и трудные. Более важные, первостепенные, можно так сказать. Да, первостепенные. И он в стадии решения. Поэтому, если действительно наш покупатель сейчас увидит, что этот вопрос не просто на бумаге решается, а как-то уже воплощается в жизнь, то я думаю, что это тоже будет тем плюсом и тема той отличительной стороной нас, крымчан и севастопольцев от других городов Южной России. И на сегодня, если мы о ценах, то новостройки в первую очередь отреагировали. Они замечательно показали свой рублевый товар. И если вы заметите, то в рекламах и вообще в интернет-ресурсах новостроя уже так говорят четко, мы вот 60 тысяч рублей за квадратный метр хотим. Не тысячу долларов, нет. Всего 60 тысяч рублей? 60 тысяч рублей. Ну, если у нас, закончим о ценах, в прошлом году максимальные цены были в среднем в Севастополе 1500-1600 долларов за квадратный метр на вторичном рынке. А новострой можно было купить там 1100, у которого нет новостроя, где у тебя нет экрана. То есть перспективный. Да, то есть там жить нельзя, там надо еще вкладывать в ремонт и его ждать. Это риски недостроя, незавершенки, это еще риски ремонта, вдруг у тебя не будет денег. Ну, а вторичка, все-таки в ней можно сразу посидеться, жить, сдавать, снимать. Это товар. Это уже товар. По факту уже все. Это товар, да. Вот, поэтому раз новостроя наши уже так как бы заявили о цене 60 тысяч рублей средняя сегодня, в январе 2015 года, то я хочу напомнить, что это в Краснодаре цена такая вот торичного рынка, в Краснодаре. Ну, я не могу сказать, что мы хуже Краснодара. Вот, поэтому думаю, что в Краснодаре, в Севастополе, что там равнять? Ну, как бы, вот те два фактора, свободноэкономическая и Керченский мост, они нам дадут, я цену считаю, больше, чем Краснодар. Поэтому я не унываю. Вы упомянули, что люди присматриваются к недвижимости, несмотря на то, что рынок несколько так замер. Скорбнируются, да. Кто именно присматривается? Местные или все-таки россияне? Ну, мы даже завели такую карту, география покупателей, у нас вся Россия на стене, вот, и у нас там флажки, откуда наши покупатели. Конечно, конечно, наши покупатели отовсюду. Большая Россия, очень большая страна Россия. И к нам за этот год российские приехали люди, конечно же, из Сибири, это и Якутия, это и Камчатка, это и Полярный круг, это и Чукотка, это и, тут уже и Кемерово, и Урал, и Екатеринбург, да, и Москва, и Подмосковье, да, Санкт-Петербург, да, это и Мурманские ребята, но многое из Тюмени. То есть, конечно, там, где холодно, там, где нет солнца, там, где искусственные фрукты, вот, там, где дети бледные, вот. Они стараются? Ну, они, конечно же, стараются к фруктам, к солнцу, это правильно, это понятно, и приобретают здесь недвижимость и впрок, и для постоянного проживания. У кого-то заканчивается контракт по работе, и кто-то решает уже переезжать навсегда. Да и у людей с севера там скопились какие-то сбережения, зарплаты. Ну, там всегда больше получали. Да, они всегда имеют право на большее получение, в тяжелых условиях живут, зимовать трудно, но на лето вырываются сюда, и этим летом мы увидели, что очень многие приобрели из-за своих сбережений, обрадовались, что здесь Россия, что правда, и я понимаю, что в следующем летом мы будем видеть дополнительных покупателей из этих же регионов, которые сейчас на своих зимних работах. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, телефон студии 54-62-72. Что касается законодательства, насколько оно разнится, украинское и российское? Есть ли какие-то нюансы? Ну, естественно, есть. Это разные законодательства на рынке недвижимости, правильно? Естественно, да. Мы говорим сейчас только о недвижимости. Да, исключительно. Конечно же, для нас и для наших севастопольцев здесь много нового. Появились потребности делать новые документы, какие-то переводы на русский язык, у кого, кому надо, никому не надо, какие-то кадастровые паспорта, еще никто не понял, нужны они или не нужны. И сама сделка происходит совершенно по-другому, не так, как было на Украине. С помощью регистрационной службы решаются там вопросы регистрации, они проходят более длительно. Мы привыкли к другому, что моментально пришел к украинскому нотариусу еще год назад, оформил для продажи, ушел тебе нотариус, ты зарегистрировал в своем компьютере, выдал вторую бумажку о регистрации, и покупатель ушел, ничем не рискуя. Он мог передать деньги в приемные нотариальные конторы или по банковским счетам. То есть это все делалось очень быстро и просто, потому что так была налажена украинская регистрация прав собственности. Здесь немножко по-другому, и надо привыкать. Но хочу сразу сказать слушателям, которые меня слушают, и зрителям, пожалуйста, не делайте лишних движений, лишних документов. Не стойте, не теряйте свое здоровье и время на холоде на улице, не то в коридорах, регистрационной службы, кадастровой службы. Если вы ничего не продаете, не меняете, если у вас нет цели в ближайшее время заниматься операцией со своей недвижимостью, то и ничего не делать не нужно своими документами. По шестому федеральному закону, который Путин подписал в апреле прошлого года, когда мы стали Россией, четко черным по белому написано, что наши документы вечные. И никто их не заберет, и не перезаберет, и не обяжет менять. Не скажет, что они недействительные. Не скажет, что они недействительные. Можете спокойно жить, потому что люди пенсионного возраста и пожилые люди вот устремились в кадастровой службе делать кадастровые паспорты, обвинять эти документы на русские свидетельства, ну, лишь просто для того, чтобы дома лежал новый российский документ. Не переживайте, делать лишнюю работу не надо. В результате образовались очереди. Люди, которые, ну, тормозят процесс тем людям, которым это действительно необходимо. Ведь в наследство, если нужно вступить, то нужно позаниматься с документами. Вот, и если у кого-то продажа или обмен, то тоже нужно позаниматься с документами. А там очередь из тех людей, которым это вовсе не нужно. Поэтому вы лучше спросите, когда что надо. И мы, кстати, оказываем консультацию, Владимир, бесплатно. Кстати, плюсы обращения, допустим, вот именно в агентство недвижимости. Какие? Ну, во-первых, в агентстве недвижимости, если кому-то надо продать объект недвижимости, у нас существует 20-летняя клиентская база. Это означает, что на ваш объект, если вы решили его продать, или ваши друзья, живущие в других городах, вы присматриваете за их недвижимостью, передайте им, вот, кто меня слышит. То есть у нас, конечно, клиенты-покупатели за 20 лет скопились, которые когда-то что-то у нас приобрели, или когда-то что-то покупали, или продавали, или меняли. Они, ну, как бы мы контролируем всегда качество нашего обслуживания для того, чтобы к нам они возвращались и приводили клиенты-клиентов. Это у нас отлажена работа. И поэтому мы можем смело сказать, что на вашем объект недвижимости у нас наверняка есть ожидающий человек, который ждет появления вашей заявочки в нашей базе данных. Как бы существует сеть филиала, у нас там сеть отделов, которые могут очень быстро эту вашу заявку увидеть, и своим покупателям каждый сотрудник имеет прямой доступ подготовить ваш объект продажи. Что касается документов, то преимущество того, что наши сотрудники знают, какие документы нужны для подготовки к сделке. Прекрасно понимают, что нужно, где нужен кадастровый паспорт, где нужна категория земли, где она уже не нужна, где нужно подготовить оценку, где нужен запрос быт. Есть тонкости нюансы, которые наши сотрудники прекрасно понимают, и не надо вам ходить по лишним очередям, платить там лишнее где-то, если надо платные справки собирать деньги. Все это прекрасным образом мы подскажем, более того, нашим клиентам-продавцам. Мы оказываем содействие в подготовке этих документов и наши услуги для продавцов бесплатно. Наталья Яблевна, остается буквально минута эфира. Да, мы уже практически завершили. Но есть еще один существенный вопрос. Налоговое законодательство Российской Федерации. Буквально коротко. Я коротко скажу, что он действительно тоже отличается. Мы сейчас с этого года уже в Российском налоговом кодексе. И для резидентов, то есть для тех, кто здесь постоянно проживает больше чем 183 дня в календарном году, налога с доходов, если у вас недвижимости больше трех лет по украинскому документу выдано, не новый российский вот сейчас, что вы там перерегистрируете зачем-то, а вот тот украинский документ, если ему больше чем трех лет, то у вас нулевая ставка. То ли второй объект недвижимости вы продаете, то ли живой, то ли не живой. Нулевая ставочка, поэтому лишних налогов Россия не берет. У нерезидентов сложнее и дороже. Об этом отдельно. Поговорим отдельно. Спасибо, что пришли к нам в эфир. Вы смотрели программу «Акцент» на информационном канале Севастополя. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!